По результатам исследований, в день орехи употребляют почти 1 миллиард людей. Джузеппе Калькани, признанный в мире специалист по выращиванию орехов. Грецкий орех – это одно из уникальнейших творений природы, которое содержит огромное количество полезных веществ. Поэтому этот плод так высоко ценится во всем мире. По словам Джузеппе Калькани, у Казахстана огромный ореховый потенциал. Грецкий орех – высокоценный в пищевом и физиологическом плане продукт. В 100 граммах орехов содержится 16,2 граммов белка, 60,8 граммов жиров и 11,1 граммов углеводов. Калорийность его очень высокая – порядка 656 кал, что в три раза превышает калорийность мяса говядины. В южных и юго-восточных областях страны ореховым деревом никого не удивить. Это не экзотика. Однако немногие знают, что на земле всего 7% почвенной поверхности пригодны для выращивания различных видов орехов. Такая территория есть и в Казахстане. На юге страны плантационное выращивание грецкого ореха возможно практически во всех районах. Однако наиболее благоприятными считаются предгория. Поэтому крайне необходимо воспользоваться уникальной возможностью и развивать промышленное возделывание этой культуры. Можем с уверенностью сказать, что орех в Казахстане можно размножать именно ин витро. Плодовых много, яблок много, ореха нет. Орех весь завозился. С реализацией этого проекта дело изменится. В лучшую сторону. Успешный проект, да. Учитывая важность культуры грецкого ореха для республики в области импортозамещения и обеспечения населения ценным продуктом, Министерство образования и науки Республики Казахстан поддержал проект по изучению перспективных сортов и форм грецкого ореха и их ускоренному размножению в условиях Казахстана. Проект выполнялся на базе Иссыкского дендрологического парка. Дендропарк находится в Инбекши-Казахском районе Алматинской области и занимает порядка 400 гектаров земли. Проект так и называется грецкий орех. Он не только выращивает, он не только научным путем мы его выращиваем. Мы занимаемся, хотим дальнейшим с этим грецким орехом, скажем, сады для нашего производства, чтобы все это пользу давало Казахстану. Третий год, вот заканчиваем проект и, я думаю, успешно. Поле, лаборатория и теплица. Вот три составные части реализации этого важного для Республики проекта. Отбор, ускоренное размножение перспективных сортов и форм грецкого ореха для юга и юго-востока Казахстана. Дендрологический парк имеет солидную историю и представляет собой уникальный объект республиканского значения, в котором высажены декоративные и лесные культуры, отображающие видовой состав различных регионов мира. Наиболее яркое впечатление на его посетителей производит арборетум, большая часть которого была заложена в 60-е годы прошлого века. Дендрологический парк, выполняя функции сохранения и демонстрации лесного биоразнообразия, является еще и элитным питомником декоративных и плодовых культур. Здесь выращиваются и реализуются качественные саженцы для всех регионов Казахстана. Дендрологический парк основан в 1959 году. Сюда входит арборетум, это вот где мы находимся. Здесь более 1800 видов растений было высажено в 1959 году. Из них прижилось более 800 видов растений, которые на сегодняшний день здесь растут, хорошо себя чувствуют, то есть в этом регионе. Это ценность наша, гордость Казахстана, единственный дендрологический парк, который находится в Казахстане. Дендрологический парк – это также и база для проведения научных исследований в области лесоводства и плодоводства. Необходимо отметить, что здесь собрано и уже более 10 лет используется в научных целях коллекция сорта клонов яблони Сиверса, представленная 28 экземплярами и размещенная на 12 гектарах. Основатель коллекции Академик Джангалеев оставил свое научное наследие именно дендропарку, так как знал об ответственности и квалификации местных специалистов. Ездили по всем поселкам, населенным пунктам в Алматинской области и выявляли, находили хорошие сорта, скажем там, грецкий орех от 7 до 12 грамм, хорошие сорта выявляли. И эти сорта здесь мы научным путем дальше выводили. С методом клонирования через лабораторию нашу. У нас есть лаборатория, которой мы можем микроклонированием заниматься. В этом дендерологическом парке все это имеется на сегодняшний день. Больше 20 видов орехов здесь собрано. Можем возобновлять, выращивать и, как говорится, продажу, можем выставлять это все. Начнем с лаборатории. Созданная 8 лет назад при дендерарии биотехнологическая лаборатория сейчас начала оправдывать себя и давать практические результаты. В этих двух небольших комнатах происходит все самое интересное. Здесь в маленьких сосудах можно увидеть разные виды растений. Больше всего привлекают внимание будущие ореховые деревья. Над этими крохотными растениями ученые работают вот уже три года. Они методом микроклонального размножения, то есть инвитро, в пробирке получают генетически идентичных исходному экземпляру растения. В основе метода лежит уникальная способность давать начало целому растительному организму. Самый сложный, конечно, процесс – это введение в культуру. Нужно получить асептический материал, то есть стерильный. Это самое-самое сложное именно в размножении микроклональным грецкого ореха. Но вот нам как бы удалось это все. Теперь мы размножаем несколько сортов. Это, во-первых, ляо-хэ. Это китайский сорт низкорослый. Он плодоносит на второй год после посадки. Еще у нас есть местный сорт, идеал. Дальше у нас исыкская форма. Тоже такой неплохой крупный орех. Еще мы размножаем формы, которые уже собирали сами по нашему району и по Казахстану. Ин витро у нас получается, когда мы размножаем, за месяц вырастает растение до 8 сантиметров. То есть на следующем этапе, через месяц, мы уже можем получить где-то 3 растения добавочно. То есть это в геометрической прогрессии. Мы получаем где-то из 10 штук мы 30 уже можем на следующий месяц получить. Ну а далее, говорит научный сотрудник лаборатории, которая в течение трех лет скрупулезно занимается принципиально новым методом размножения, здесь создают питательную среду для них. При этом все растения получаются без корня. Ну а потом их пересаживают на укоренение. Укореняем мы в вермикулите плюс питательная среда. Вот. Это на первой фазе, значит, у нас идет просто среда с гормоном укоренения, индолил масляная кислота. А потом мы пересаживаем на вермикулит, чтобы у нас появились корешки. И вот через месяц у нас появляются корни, мы начинаем адаптацию. То есть нам надо высадить растения и адаптировать их именно к нашим условиям. То есть если в баночке у них 100% влажность, то у нас где-то максимум, наверное, 50-60% влажности. То есть это будет резкий стресс для растений, если мы просто пересадим на воздух. Адаптируют их в небольшие самодельные мини-теплицы, высаживают стаканчики и накрывают пленочкой. На этом этапе в таких условиях растение чувствует себя отлично. Высаживаем в обычный грунт, причем готовый уже. И вот они начинают расти. И где-то за 2-3 недели мы приоткрываем пленочку с ящичка, с мини-теплички. И он у нас адаптируется постепенно. Конечно, бывает такое, что и листики закручиваются, и черные. Но это нюансы нашей технологии. Потом отрастают листики. И вот дальше у нас появятся вот такие вот уже здоровые листья. И растение идет в рост. Далее мы должны пересадить. Когда у нас появляются корни, вот здесь вот, корешки появляются. Вот такие вот растения уже тесно становятся в этих стаканчиках. И мы должны уже пересадить их в более большие горшки. То есть вот такие вот. Дальше растение будет расти. И, ну, до, наверное, сантиметров 10 оно вырастает. И мы тогда уже будем высаживать на поле. В этой лаборатории Татьяна Яушева работает более 10 лет. За это время она изучила не один десяток сортов яблок. Наряду с этим она выводила новые сорта фруктов, которые отлично прижились в ЖТСУ. Но самым большим достижением в своей работе Татьяна считает получение корней собственных ореховых саженцев. Достичь поставленной цели было делом не из легких. Сложно, конечно, было вот именно орехом заниматься. Потому что он как бы не поддавался нам с первого года. Это, конечно же. Потому что, ну, вот в Казахстане, насколько я знаю, это вот, ну, мы первые, наверное, получили именно корни собственные саженцы. Сложное было, конечно, вводить в культуру. Он очень обсеменен микрофлорой. И сложно было, конечно, укоренение. Укоренение – это вот самое-самое сложное вообще из всей технологии. Постепенно вот мы находили источники, плюс консультация нашего испанского консультанта. К растениям вообще нужно относиться как с любовью, как к детишкам. Тем более, что это же живое существо. Такое счастье, когда особенно все растет, все живет. Даже не выразить словами. Ну, а дальше происходит размножение уже в теплице. В этой работе применяются традиционные способы. Главное – были отобраны самые лучшие формы грецкого ореха. А для этого учеными в первую очередь проведены экспедиционные обследования в Алматинской и в Туркестанской областях, позволившие выявить перспективные и высокоадаптивные местные формы с хорошим качеством плодов. С радостью сообщает главный научный сотрудник Сергей Олейченко. Один из отобранных форм у нас в поселке Турбат Козыгорского района можно будет, видимо, даже сделать национальным достоянием. Это 130-летнее дерево, каждый год дающее плоды, не подмерзающее. А плоды отвечают всем международным стандартам. И все это размножается. Потому что сорта, которые завозятся с Европы, с Америки, они недостаточно адаптивны. И чтобы грецкий орех выращивать плантационно, а не просто на привязательном участке, надо было провести именно эту работу. И благодаря ей, как раз вот этой турбатской форме, исыгской форме, карголгинской форме, мы создадим плантации, не сортов, которые откуда-то завезены, а которые исходно выращивались здесь. И будут давать урожай, который будет отвечать всем международным стандартам. В Казахстане получить растение грецкого ореха в пробирке не удавалось еще никому. Успех работы участников проекта строился на систематической кропотливой работе, использовании передового зарубежного опыта и, конечно же, удачи. Получить сеянец, максимально приспособленный к более суровым климатическим условиям выращивания, было не так-то просто. Были огромные трудности, естественно, с размножением. Размножается орех не так просто, как все плодовые. Пришел, привил. Очень много тонкостей, которые мы все-таки решили. А лаборатория, вот вы видели, это первый успех на территории СНГ. Потому что тоже столько тонкостей с размножением грецкого ореха. Все пробовали, но ни у кого не получилось. Ну и у нас получилось, признаемся, что не полностью это наш научный вклад. Это опыт испанских специалистов, испанский консультант был, который отдельные нюансы нам показал, рассказал. Мы ездили туда, в командировку, стажировку проходили там. И вот переняли вот этот опыт, и инновация уже реализуется. Это саженцы закрытой корневой системы. Мы их реализуем фермерам. Уже как бы очередь стоит даже на их реализации, потому что здесь вот эти формы и сорта с Китая есть. Ляо такой перспективный сорт. Вот мы их реализуем. А посадка закрытой корневой системы позволяет избежать послепосадочного стресса и обеспечить стопроцентную приживаемость. Это не только в Алматинской области. Это весь юг Казахстана. Мы даже в Казаларгинскую область с этими формами можем зайти. А сорта, вот китайский ляо, тоже, значит, в лучших агроландшафтах мы будем выращивать. И он дает практически на второй год урожай. Представляете, орех быстрее яблони. Вот что этот проект, финансированный Министерством образования и науки, позволил сделать полезное для республики. На территории гендрологического парка сейчас уже имеется маточный коллекционный сад. Каждое деревце здесь растет под пристальным вниманием ученых. Результатом они довольны. Перед вами маточный коллекционный сад из грецкого ореха на площади 0,4 Га. Этот сад мы заложили весной 2019 года привитыми саженцами. Вы можете наблюдать, вот здесь вот перед вами саженец, который был размножен методом прививки. Здесь, обратите внимание, остался след от прививки. Это и доказывает, что саженцы привиты улучшенных форм и сортов грецкого ореха. В течение лета мы проводили следующие агротехнические мероприятия по уходу, такие как вспашка и дискование междурядей. В ряду делали прополку. Обратите внимание, здесь у нас используется капельная система орошения. Вот, при необходимости были проведены химические меры по защите саженцев. Высота растений чуть больше метра. Новые формы выглядят достаточно уверенно. Деревья адаптировались к новым климатическим условиям. Осенью 2019 года мы их подготавливали к зиме, а именно обворачивали утеплительным материалом стволики саженцев. Зиму 2019-2020 они перенесли хорошо и дали такой хороший прирост в пределах одного метра. Этой осенью мы также планируем подготовить их для зимы. Со следующего года мы планируем уже не подготавливать зиме, так как они перезимуют две зимы и пройдут адаптацию к местным природно-климатическим условиям. Весной проблем не было. Зиму перенесли хорошо, весной проблем не было никаких. До этого мы просто выращивали саженцы грецкого ореха. Просто не сортовые, а обычный грецкий орех местный сеяли, выращивали и продавали. Но в результате вот этого проекта теперь будем переходить на сортовой посадочный материал грецкого ореха. Задача выполнена. Теперь же будет легче делиться с нами Рустам Исмаилов, который, как и свои коллеги, болеет душой и сердцем за каждое дерево. Здесь хватало людей, небольшое количество работников, три рабочих. Они остаются садом, мы будем продолжать наблюдение каждый год. В дальнейшем будем наблюдать за плодоношением и перезимовкой каждый год. И будем брать отсюда привойный материал. Кропотливая работа финансировалась государством. Средств на выявление и дальнейшее размножение новой формы грецких орехов было предостаточно, говорят ответственные люди. 20 миллионов тенге в год были эффективно использованы. В крае же Тусу будут свои высокопродуктивные ореховые деревья. Но сотрудники Дендропарка не собираются останавливаться на достигнутом. Дальше планы внедрения. Потому что здесь база уже наработанная. Дендрари – это все-таки не только производственное предприятие, это еще научное предприятие, но статус научного предприятия имеет. Поэтому здесь будет дальше продолжать размножать. И то, что новое мы найдем, и в дальнейшем мы буквально приносим, вводим культуру, первично размножаем, а потом вот здесь дальше, в теплице, в открытом груди. У меня всегда стоит перед глазами этот турбатский 130-летний орех. Хозяева, которые каждый год несколько мешков собирают, реализуют их, чтобы этот турбатский орех был и в каждом превзойденном участке, я думаю, и на поле плантации, там какие-то сотни кектаров можно будет закладывать. Исыкская форма. Вот она здесь рядом, здесь рядом с Исыком, Тургенем. Вот здесь между Тургенем и Исыком как раз растет дерево Исыкской формы, тоже прекрасное. Поэтому крупные плоды, вкус отличный. Сейчас мы подаем еще проект через Министерство сельского хозяйства. Там более практический уклон будет. Ну, работа будет продолжаться, надеюсь, нас поддержит. Все маточные деревья, маркированные, находятся под охраной и контролем. В общем, окончание сроков реализации проекта не означает завершение работ с этой ценной и так нужной для Казахстана культурой. Ведь ореховодство в нашей стране – это чистый лист бумаги, позволяющий экспериментировать с сортами и территориями. Ну, а покупателей хватает. Был бы товар. Продолжение следует...